Учительница вывела его к доске и при всем классе натыкала и показала, как это больно. В поселке Малышево под Азбестом в школе номер 19 немолодая классная руководительница Ирина Владимировна, вспылив на глазах учеников школьным циркулем, истыкала руку, а точнее сказать тыльную сторону правой кисти 9-летнего второклассника Вани, назовем его так. Чтобы мальчишка на себе почувствовал, как это больно, и этой, мягко говоря, совершенно не педагогической и воспитательной мере предшествовал внеклассной инцидентной переменке, который произошел около месяца назад, но только сейчас получил огласку. А в тот день, 16 января, одноклассница Вани пыталась отобрать у мальчика дневник и передать его учительнице, чтобы педагог записала очередное замечание шумному второкласснику. Мальчишка-дневник классной активистке отдавать не хотел, а в его руке оказался циркуль. И шалопай нечаянно, как он сам позже утверждал, ткнул девочку в руку иглой циркуля. Вернувшись домой, Иван отправился с повинной к отцу в столярную мастерскую, показал исколотую учительницей руку и объяснил, что случилось. Николай Сергеевич отвез сына в травмпункт, насчитав на руке мальчика 27 уколов. Как сообщил позже Николай в комментариях порталу Е1, в тот день классный руководитель оставила в дневнике сына запись, которую, процитирую, «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем». Вечером классная руководительница пыталась созвониться с отцом ученика, но тот был в шоке и разговаривать не стал. Позже Ирина Владимировна прислала родителю сообщение с извинениями, объяснив, что дала волю эмоциям. Сейчас педагог на больничном, а к расследованию школьного инцидента подключились и полиция, и следственный комитет, а также прокуратура. У Вани непростая судьба. Его воспитывает отец и бабушка. Три года назад невенчанные супруги Николай и Наталья после 12 лет брака развелись. По словам мужчины, после рождения третьего ребенка его жена с головой ушла в загулы, в пьянки и наркоту. Сейчас мать лишили родительских прав. Отец мальчика признается, что его сын из-за чрезмерной активности и неусидчивости попал в разряд классных изгоев. И в этом учебном году дневник сына был буквально красным от замечаний классной руководительницы из-за мальчишеских постоянных драк с одноклассниками. По словам отца, однажды мальчик даже без спроса взял у него деньги, объяснив это тем, что хотел подкупить одноклассников, чтобы те с ним дружили. Чем закончится эта история, трудно предугадать. Но по сообщению агентства УРА.РУ, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления возбудить уголовное дело по поводу циркульного воспитания и доложить ему о ходе расследования.